Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я учусь на втором курсе магистратуры механико-математического факультета Томского государственного университета. Мы подготовили для вас цикл видеороликов по решению экономических задач профильного ЕГЭ по математике. Что же такое экономическая задача? 15-е задание ЕГЭ – это текстовая задача с экономическим содержанием. В ЕГЭ выделяют два типа таких задач. Это банковские и оптимизационные задачи. Что такое банковские задачи? Это задачи финансового подсчета или подсчета денежных сумм при взаимодействии банка со своими клиентами. В ЕГЭ выделяют два вида таких задач. Задачи на вклады и задачи на кредиты. Оптимизационные задачи – это задачи на выбор наиболее эффективной бизнес-стратегии. Любая экономическая задача ЕГЭ – это своего рода ролевая игра, где вы представляете себя то в роли кредитора, то в роли вкладчика, а иногда и в роли бизнесмена. Как же оценивают экономическую задачу? Максимальный балл, который вы можете получить по этой задаче – это два первичных балла. При этом один балл ставится, если верно построена математическая модель. И два балла ставится, если верно построена математическая модель и обоснованно получен правильный ответ. Давайте подробнее обсудим критерий на один балл. Один балл может быть выставлен в том случае, если сюжетное условие задачи корректно сведено к решению математической задачи. При этом должна быть не просто записана математическая модель в виде уравнения, неравенства или системы уравнений или неравенств, но именно начатое его решение. При этом решение может быть либо не завершено, либо быть неверным. Также должно быть обоснование того, как построена математическая модель в текстовом или табличном виде с обязательным описанием всех вводимых перемен. Как же решать экономические задачи? Решение подавляющего большинства экономических задач ЕГЭ основано на понятии процентов. Процент – это сотая доля какой-то величины. При этом важно не путать такие понятия, как «составляя столько-то процентов», «меньше на столько-то процентов» или «уменьшить на столько-то процентов», «больше на столько-то процентов» или «увеличить на столько-то процентов». Давайте подробнее разберемся в этих понятиях. Если говорят, что у составляет r% от величины х, то мы можем записать у равно r поделить на 100 умножить на и. Если говорят, что у больше величины х на r%, или у получено из величины х увеличением на r%, то мы можем записать у равно х плюс r на 100 х, или по-другому, 1 плюс r на 100 умноженное на и. Аналогично, если нам говорят, что у меньше величины х на r%, или у получено из величины х уменьшением на r%, то мы можем записать у равно 1 минус r на 100 х. Наиболее важная из этих формулировок вторая, так как она чаще всего встречается в экономических задачах ЕГЭ. Если r – это конкретное число, то нужно уметь вычислять величину 1 плюс r на 100 устно. Приведем пример. Например, если х повысили на 5%, то для нас это значит, что мы х должны умножить на 1,05. Как получается 1,05? Это как раз 1 плюс 5 поделить на 100. Вот это величина. Если говорят, что х повысили на 10%, то мы домножаем х на 1,1. Если х повысили на 20%, то мы домножаем х на 1,2. Давайте решим несколько задач на закрепление этого навыка. Эти задачи будут чуть легче, чем задания реального ЕГЭ, но очень важны. Итак, цена на железнодорожные билеты сначала повысилась на 20%, а затем еще на 30%. На сколько процентов повысилась цена билетов? Давайте начальную цену обозначим через s. Тогда цена после повышения на 20% будет равна 1,2s. А цена после повышения на 30% будет равна 1,3 умножить на предыдущую цену, то есть на 1,2s. Выполним умножение и получим 1,56s. То есть мы видим, что конечная цена отличается от начальной на 56%. Таким образом получили ответ 56%. Задача решена. Тут важно отметить, что при последовательном повышении цены нельзя просто взять и сложить проценты. То есть если бы мы захотели сложить 20%, а затем прибавить к ним 30%, то мы получили бы 50%. Что, как мы видим, отличается от истинного ответа нашей задачи. Делать так нельзя, потому что проценты – это относительная величина. И 1% от величины s и 1% от величины 1,2s – это разные величины. Это можно увидеть на примере. Давайте обозначим через s 1000 рублей. Тогда 1,2s – это 1200 рублей. 1% от 1000 рублей – это 10 рублей. 1% от 1200 рублей – это 12 рублей. Мы видим, что эти величины неравны, поэтому мы не можем просто взять и сложить 20 и 30%. Получим неверный результат. Давайте решим еще одну задачу на проценты. Цена книги в течение месяца упала сначала на 10%, а затем еще на 8% и составила 1656 рублей. Какова была начальная цена книги? Давайте точно так же. Начальную цену обозначим через s. Тогда цена после снижения на 10% будет равна 0,9s. А цена после снижения на 8% будет равна 0,92 умножить на предыдущую цену, то есть на 0,9s. Выполним умножение, получим 0,828s. По условию задачи это составило 1656 рублей. Отсюда s у нас равно 1656 поделить на 0,828. Получится 2000. И ответ нашей задачи – 2000 рублей. Опять же мы видим, что мы не можем просто сложить 10% и 8% и получить 18%, потому что мы получим неправильный ответ. Если посмотреть вот на эту формулу, то мы видим, что конечная цена отличается от начальной на 0,172. Или если мы переведем в проценты на 17,2%. Не получили 18%. Но еще что более важно, что эту задачу нельзя решить обратным ходом. То есть, если у нас цена упала на R%, а мы ее потом повысили еще на R%, мы не получим изначальную цену. Давайте это продемонстрировано в примере этой задачи. Вот у нас есть конечная цена. Давайте сначала повысим ее на 8%, то есть домножим на 1,08, а затем еще на 10% повысим ее, то есть домножим на 1,1. Вычислим и получим 1967 с копейками. Видим, не получился тот ответ, который правильный считается. Теперь решим задачу на вклады. Известно, что каждый месяц банк начисляет доход в 5% на сумму вклада. 1 марта был открыт счет на 8000 рублей. Какая сумма будет на счету 1 июня этого же года? Давайте последовательно решать эту задачу. Итак, 1 марта на счету было 8000 рублей. Тогда 1 апреля банк накинет 5% и будет лежать 1,05 умножить на 8000. То есть 8400 рублей. 1 мая банк опять начисляет 5% и на счету уже будет 1,05 умножить на 8400. То есть 8820 рублей. 1 июня, опять же, банк начислит 5% и на счету уже будет 1,05 умножить на 8820. То есть 9261 рубль. Получили ответ. 9261 рубль. Эту же задачу можно было решить, записав всего одно равенство. 1,05 в кубе умножить на 8000. Получим тот же ответ. 9261. Почему мы возводим 1,05 в куб? Потому что банк 3 раза нам начислял 5%. Такая банковская схема называется сложными процентами или вкладом с капитализацией. Хотя такая схема встречается в ЕГЭ чаще всего, на деле существует и схема без капитализации. То есть когда проценты начисляются лишь на изначальную сумму вклада. Фактически мы получили формулу, если на вклад капитализации с процентной ставкой R% положили сумму S, то через N сроков, лет или месяцев, если мы не будем докладывать туда никаких денежных средств и снимать не будем, то на счету окажется 1 плюс R на 100 в степени N умножить на S в денежных средств. Теперь решим чуть более сложную задачку, которая уже ближе к реальным заданиям ЕГЭ. В день своего 18-летия Иван открыл вклад в банке и положил на него некоторую сумму. Банк начислял на эту сумму 12% в конце каждого года перед очередным днем рождения Ивана. В день своего 20-летия Иван дополнительно положил на счет 6400 рублей. Когда Ивану исполнилось 22 года, он сразу же закрыл вклад и получил со счета 401 408 рублей. Какую сумму Иван положил в банк изначально? Итак, в 18 лет Иван положил некую сумму. Давайте обозначим ее через S. Тогда через год банк начислил 12% на эту сумму и на счету уже лежало 1,12 S. Еще через год. Соответственно, банк начислил еще 12% и на счету уже оказалось 1,12 S. Иван в день своего 20-летия положил на счет еще 6400 рублей. Поэтому на счету оказалось еще плюс 6400 рублей. Еще через год банк опять начислил 12% уже вот на эту сумму. Поэтому на счету оказалось 1,12 S. Смножить на эту сумму. Соответственно, в 22 года, еще через год, на счету оказалось 1,12 в квадрате умножить на 1,12 в квадрате S плюс 6004. Нам известно, что это составило 401 тысячу 408 рублей. Я уверена, что вы сможете найти из этого уравнение S, а я сразу запишу ответ. Итак, у нас S равняет 250 тысяч. Чтобы получить максимальный балл за эту задачу на ЕГЭ, нужно ее правильно оформить. А как это сделать, мы расскажем в наших следующих видео. И чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!